Здравствуйте! С обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. В Нинецком округе возобновят одну из мер господдержки аграриев. В 2018 году сельхозтоваропроизводители региона смогут рассчитывать на государственную поддержку в части возмещения затрат на производство мяса крупного рогатого скота. Речь об этом шла на заседании сельскохозяйственного совета при губернаторе НАО. В его состав входит руководитель органов исполнительной власти субъекта, животноводческих и оленеводческих хозяйств, перерабатывающих предприятия округа. В режиме конструктивного диалога открыто поговорили о насущных проблемах и перспективах развития агропромышленного комплекса региона. Приветствуя сельхозтоваропроизводители округа, временно исполняющий обязанности губернатор Александр Цибульский подчеркнул, что сельское хозяйство является не только одним из главных направлений экономики региона, но и жизнедеятельности округа в целом. Вы те люди, которые обеспечиваете не только социальную составляющую нашей жизни, но и в целом вопросы и продовольственной безопасности, но и в первую очередь и диверсификацию нашей экономики. Это крайне важно. Более того, то, что вы делаете, очень востребовано в округе. На сегодняшний день, насколько я знаю, есть целый набор мер, которыми мы как администрация поддерживаем вашу деятельность. Я уверена, что мы и в будущем будем это делать. Одним из главных вопросов заседания стала поддержка агропромышленного сектора в 2018 году. По информации профильного департамента продолжится поддержка северного оленеводства, молочного животноводства и перерабатывающей промышленности региона. Ставки субсидий по каждой из мер останутся на уровне, а в ряде случаев и чуть больше, чем в текущем году. По информации начальника управления агропромышленного комплекса торговли и продовольствия Татьяны Мясниковой, в 2018 году сельхозтоваропроизводители региона смогут рассчитывать на государственную поддержку в честь и возмещения затрат на производство мяса крупного рогатого скота. Ставка субсидий будет составлять 150 рублей на килограмм. Общий размер рассчитывается также исходя из плановых объемов, предоставленных хозяйствами, и составляет 96,5 тонн мяса. Субсидия запланирована на 14-475 тысяч рублей. Для примера сегодня мясное животноводство является сопутствующим направлением Ненецкой агропромышленной компании. По словам Анатолия Чудочина, производство говядины сегодня крайне невыгодно из-за высокой себестоимости одного килограмма мяса. Мясокомбинат приобретает говядину первой категории за 200 рублей, а второй за 150. Вырастить теленка стоит в разы дороже. Поддержка этого направления придется аграриям очень кстати. Наряду с возобновившейся мерой господдержки появится и совершенно новая мера. Одной из новых видов у нас поддержки является возмещение участия затрат личных подсобных хозяйств на приобретении крупного рогатого скота. Данное мероприятие направлено на развитие семейных животноводческих ферм. Размер возмещения составит не более 120 тысяч рублей за одно животное. На мероприятие данное запланировано 600 тысяч рублей на следующий год. Прозвучал на заседании вопрос о судьбе великовисочного животноводческого комплекса. После проверки Роспотребнадзором городской суд вынес решение о закрытии фермы на два месяца. Однако сегодня предприятие испытывает проблемы не только санитарно-эпидемиологического, но и финансового характера. Более года назад собирались и предлагали варианты по оптимизации, поскольку даже при ставке субсидий в 100 рублей данное МКП было в убытках. В настоящий момент они исполняют обязательства по заработной плате, по налогам, но не платят за электроэнергию с прошлого года, сумма задолженности более 11 миллионов рублей. По мнению Сергея Андреянова, реанимировать предприятие можно, если пойти по пути оптимизации, предложенному профильным департаментом. Иначе животноводом не выйти из убытков. Но решиться на этот шаг должен только собственник муниципального предприятия, отметил вице-губернатор. Ну как собственник, и нет у меня никакого морального права лишить 20 человек рабочих мест на селе. В великовисочном основном их потребителям. По общему мнению всех сельхозтоваропроизводителей региона, основная проблема сельских предприятий заключается в высоких тарифах на электроэнергию. Расходы по этой статье аграрии называют запредельными. За 1 киловатт электроэнергии в час сельские товаропроизводители платят по 33 рубля 56 копеек. Для сравнения, для потребителей Наринмарской электростанции тариф составляет 5 рублей 10 копеек. В этом году возмещение части затрат на электричество сельским производителям власти округа заложили в субсидию на молоко. Теперь на 1 килограмм продукции они получают не 50, а 65 рублей 92 копейки. Однако размер предложенных дотаций не спасает положение. В этом году мне запланировано 31 миллион, но за тайцент электроэнергии я должен 20 миллионов. По-моему, никаких вопросов не возникает при такой энергии, когда еще будет дальше эти предприятия. Услуга электроэнергии превышает выручку этих предприятий почти в 2 раза. У меня тоже сейчас долг для жилком сервиса 15 миллионов, но я его тупо не плачу, потому что я считаю, что это неправильный тариф и не собираюсь платить. Они мне обязатся отключить электроэнергии, но не подают в суд, потому что заведомо знают, что тариф неправильный. В частности, в отношении затрат и издержек мы рассматриваем вопрос того, как сельхозпроизводители. А почему мы не рассматриваем, например, того же поставщика энергоресурсов? Если по году в России в жилком треке по 2016 году 32 миллиона и 700 тысяч рублей чистой прибыли после уплаты платежей налогов, вопросы, может быть, затраты были увеличены, то есть энергетическая комиссия полкруга рассмотрела этот вопрос с повышением от прибыли затраты. Откуда такая прибыль? Сельхозпредприятия в убытке, я знаю, посоляющая компания, прибыли. Сельхозпроизводители уверены, тарифы северожилкомсервиса на электроэнергию требуют тщательного анализа. Иначе с существующими сегодня дотациями на производство молока предприятиям просто не выжить. Мы с одной стороны говорим, что мы дотацию даем на сельское хозяйство, давайте так, часть дотации мы даем жилком сельцу. Сегодня дотация 50 рублей, это будет выживание. Развития не будет никакого. Хотя уверен, что округ может и обязан кормить себя нормальными продукциями с целью молока. Отвечая на вопрос о размере субсидий на молоко, Александр Цибульский предложил проработать иной подход к формированию государственной поддержки, предусмотрев дифференцированный подход. Субсидия может быть увеличена в обмен на какие-то обязательства со стороны компании, на модернизацию, на инвестиции, на снижение издержек. Я предлагаю на этом поработать и показывать, что мы будем больше поддерживать тех, кто выстраивает максимально экономически выгодную модель существования. А то, что нам надо обеспечивать округ высококачественными сельскохозяйственной продукцией, то это вообще не вызывает никакого сомнения, и мы по этому пути будем двигаться. Но поддержка должна быть дифференцированной. Те, кто работают и развиваются, и правильно развиваются в своей компании и предприятии, должны получать большую поддержку. Все предложения и проблемы агрария власти округа возьмут на контроль.